Литр молока, 4 яйца, 1 луковица и 1 морковь с капустой. И все это на неделю. Из одежды один свитер в 3 года, а из новинок пачка успокоительного. Именно такой набор необходимого для жизни уже 20 лет предлагают украинцу в потребительской корзине. При этом, как прожить с таким меню, рецепта не дают, но и давно устаревших норм не меняют. Хотя суд по иску правозащитников и признал украинскую потребительскую корзину незаконной, но в Минэкономике подали кассацию. И эффективные по сути нормы и дальше формируют прожиточный минимум в стране. Чтобы показать их оторванность от реалий современного цивилизованного мира, Феруза Бегматова решила провести эксперимент. Она передала украинскую корзину в Великобританию, чтобы там англичане попробовали пожить по-нашему, по-украински. О, круто! Прибыла моя поставка на неделю. Ничего себе, довольно большой, тяжелый. Давайте посмотрим, что именно мне прислали. Это Дэвид. Он молодой британец среднего достатка. Мы предложили ему на недельку почувствовать себя среднестатистическим украинцем. Суть эксперимента – поменяться потребительскими корзинами двух стран. В Лондон поедет украинский набор, а в Киев – британский. Украинская корзина – яркий пример стабильности. Меняются цены и реалии, но проднабор уже 20 лет неизменный. Лишь в 2016-м добавили успокоительное, что, впрочем, не спасло власть от народного гнева. Правозащитники доказали в суде, что потребительская корзина в Украине давно не отвечает жизненным требованиям. И фактически является фикцией, хотя на ее основе и формируют прожиточный минимум. Теперь правительство должно пересмотреть ее содержание. Но в Минэкономике подали касационную жалобу в Верховный суд. Поэтому пока вопрос не решен. А вот в Великобритании, не в пример Украине, не так консервативны и обновляют корзину каждый год. Ежемесячно в 150 регионах Королевство Управление национальной статистики собирает и обрабатывает информацию о ценах, чтобы подсчитать уровень инфляции и вычислить прожиточный минимум. При этом учитывают и вкусы, и пожелания британцев. В этом году добавили малину и исключили пирог со свининой. Все ради здорового питания. Как ни крути, а поменяться было хорошей идеей. Звоним проверить, дошла ли наша посылка в Лондон. Ну, видимо, пришла. Ведь ни мобильная связь, ни интернет в потребительской корзине украинца не предусмотрены. Хорошо. Здесь много вещей, которые я не узнаю. Надо рассмотреть поближе. Не уверен, что это. Какие-то зерна? Ну что ж, пришло время сравнить несравнимое. Дэвиду, который и раньше жил небогато, следующую неделю придется познавать новые грани минимума. Вот такая порция. Это совсем немного еды на весь день. Так что будет интересно. Рацион на неделю. Четыре яйца, четыре сосиски, плошка риса и гречки, луковица, морковка и капуста, немного мяса и больше литра молока. Мы собрали для Дэвида самые привлекательные позиции из предложенного в украинской корзине на сумму из расчета 1777 гривен в месяц. Да уж, даже для одной подачи свинины совсем немного. На две ложки примерно. Это скорее размер для ресторана Мишлен. Или для молекулярной кухни. Ведь для нормальной жизни обычного человека этого очень мало. Те социальные роли, которые мы выполняем, требуют энергии. Объем пищи должен составлять 2 литра в течение дня, распределенный в 4 приема пищи. Но украинская корзина такого не позволяет. Мне придется обойтись без завтрака во вторник и четверг и очень легко обедать. А вот англичанам, кроме базовых продуктов, предлагают ананас, филе белуги и авокадо, отдельно, пирог киш и даже заграничные блюда. В британской корзине котлета по-киевски. Я думаю, что будут довольно голодным к концу недели. К тому же все очень скромно. Да-да, и не забудьте еще про рекомендованное врачами четырехразовое питание. Понедельник, среда, пятница и воскресенье. Но спиться с горя не получится, потому что алкоголя в украинской корзине не предусмотрено. Зато успокоительными обеспечили. Модничать Дэвиду тоже не удастся. Украинцам разработчики корзины предложили один свитер на три года и пару трусов на три месяца. А в британской учли даже леггинсы для йоги и абонемент в спортзал. Хоть туалетной бумагой не обделили, ее положено по два метра в день. Это на понедельник, это на вторник. Нет, это все на понедельник. О, серьезно? Действительно, зачем ее столько с таким-то питанием? На этом этапе сравнения становятся просто невозможными, потому что в британской корзине поместились и мытье окон, и билеты на футбол, и даже услуги садовника, а еще поездки за границу, услуги няни, бассейн, катание на лошадях и боулинг. О такой корзине украинцы, конечно, даже не мечтают. И все же она должна хотя бы немного приблизиться к реальным потребностям человека. Фируза Бегматова, Светлана Чернецкая, Сергей Вадмить. Подробности недели телеканал Интер.